сейчас поговорим про клонирование репозитория зачем вообще в жизни может понадобиться клонировать репозиторий но первый кейс при создании нового репозитория вы создаете репозиторий и появляется такая инструкция что нужно написать git init и так далее git add git commit ну то есть стандартно про это было видео отдельно и вот вместо того чтобы идти в папочку и вызывать там чистую консольку писать git init git клон может то же самое сделать за вас то есть вы пишете git клон копируете этот путь который там выбираете ssh и таким образом начинаете проект ну как по мне это более тяжелый тяжелый кейс как бы и немножко запутанно но я видел некоторые так делают окей мы рассмотреть такой вариант не будем второй вариант который как по мне очень часто применяется в жизни ситуация следующая вы работаете в нескольких местах на нескольких рабочих машинах то есть на работе у вас одна машина дома вторая вот на вы на работе пописали пописали код закоммитили запушили удаленно хранится приходите домой и хочется дома еще продолжить какую-то фичу нужно доделать срочно да и что делать как вам получить последние изменения как у вас что для этого нужно сделать вот для этого как раз таки применяется идеальный гид клон вы клонируете репозиторий к себе на компьютер вносите какие-то изменения потом коммитете пушите и отправляете их удаленно и потом придя на работу вы это пулите и работаете дальше про гид пул расскажу в отдельном видео ну все там просто но покажу как с этим работать то есть вот стандартный кейс когда у вас есть несколько машин и один источник истины идеальный гид клон подходит ну и третий кейс он практически как второй однако часто в жизни над одним репозиторием работает несколько человек да не один вы а несколько и нужно чтобы все эти несколько людей все могли коммитить и пушить самое главное да пушить в этот репозиторий удаленный если вы по умолчанию просто дадите ссылку на репозиторий другому разработчику у которого нету прав то у него не получится запушить он локально будет коммитить но удаленно не получится потому что не будет прав вот этот кейс как раз таки так он самый тяжелый мы рассмотрим я покажу как добавлять коллабораторов для того чтобы сымитировать работу несколько разработчиков я создал специально еще один тестовый аккаунтов вот имя у него будет со frontdev2 и задача следующая сейчас вот этот разработчик который справа будет клонировать репозиторий крак консоли который мы создавали ранее видите здесь один разработчик здесь другой то есть рассматриваю третий вариант который я введение рассказывал то есть будет общий репозиторий и это сможет пушить и это сможет пушить но этот условно главный он будет все видеть изменения хорошо как это делается во первых второму разработчику нужна ссылка на репозиторий делается она находится следующим образом нажимаете код и появляется вот клон и ссылочка на клон опять использовать можно htps ssh но я рекомендую всегда работать ссс чтобы было меньше проблем нажимаем все таким вот образом все у нас готово отлично теперь я как опять второй разработчик иду в консоль и прописываю следующее тоже чтобы вы понимали ведь здесь разграничил df1 которых есть два репозиторий здесь ничего нету пишем следующую команду пишем git он и вставляем отлично то есть вам чтобы это сделать достаточно теперь нажать enter но я так как работаю мне нужно где-то общем понять что сейчас другой будет разраб для этого мне нужно поменять некоторые шаги вам такое проделывать не нужно вот он клонироваться репозиторий все хорошо еще мне кое-что нужно сделать опять же этого мне нужно делать ребят просто для того чтобы вы видели другие коммиты и имитация в общем работы другого программиста только для этого по-другому это никак вам не продемонстрировать напишу сидим перехожу в эту папочку и нужно следующий команды мне прописать мы принципе подобное прописываем только глобальные настройки да но если мне нужно именно в ком-то в какой-то папочке ком-то проекте тогда делается следующим образом git конфиг юзер нейм и эмэйл прописываю вроде бы все давайте закроем эту консольку наверно нам не понадобится ну свернем пока что хорошо и открываем этот проект на самом деле чтобы клонировать репозиторий все то есть все что нужно сделать если вы работаете один вы просто клонируете и получаете актуальный проект ну на данный момент который есть у вас удаленно сейчас вы это увидите давайте проинстали чтобы мне ничего там красненьким не ругалось и посмотрим на структуру во первых структура у нас ну структура стандартная понятно я еще не менял но если посмотрим сюда индексируется думает но видим вот изменение которое делал ранее они здесь есть если посмотрим коммиты то здесь видите подтянулась история коммитов если бы я уже работал свет ко мне было бы были ветки он бы сразу подтянул и все ветки на самом деле гит клон там можно указывать еще одну ветку но честно я такое не применял и не вижу кейса где такое можно применить ну возможно конечно я ошибаюсь где-то это понадобится неважно что мы по итогу получили то есть вот мы клонировали репозиторий и все с ним хорошо получили коммиты получили всю историю можем попрыгать посмотреть и давайте попробуем что-нибудь ну за коммитить и запушить получится у нас или нет давайте делать то есть вот я создаю еще один коммит контрол к дайте вот так вот его назову чтобы было понятно отлично коммитчу его смотрим коммитится во первых обратите внимание да вот имя вот email уже другие да то есть уже другой разработчик локально вносит какие-то змеи давайте попробуем запушить получится или нет я пушу и получаю вот такую ошибку что ошибка нету прав доступа да но оно и логично да да представьте у вас какой-то есть публичный репозиторий кто-то его клонирует вносит какие-то изменения пушат и вам ломает весь проект естественно так не работает для того чтобы второй разработчик мог вносить какие-то изменения но в этот репозиторий ему нужны права для этого это делается следующим образом давайте обратно открою то есть вот у меня главный на проекте со фронман и он должен сделать следующее эти разверну чтобы было более удобно и видно иду настроечки вам понадобится пятничном проекте вот главное кто будет на проекте будете делать примерно то же самое и есть вкладочка коллаборатор ну коллаборатор сотрудники там называется и вот здесь вы можете подключить какого-то коллаборатора от people и вводите и ищите здесь его по юзернейму он мне называется вот так вот он нашел и говорю приглашение пошли вернее добавь и вот я только не помню здесь галочку нужно не нужно ставить пентинки давайте подумает давайте посмотрим перейдем на почту будет или нет обновляю страничку он появился появилось приглашение вот такое и вот написано что от вас приглашают такой человек разработчики у вас есть там типа 7 дней чтобы принять эту ссылочку сэпт 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 ну наверное вот сюда нажимаем мы сэпт то есть принимаем и все прекрасно то есть вот мы уже получили доступ смотрим что у нас видит вот этот разработчик давайте обновим страничку но видим что пендинг прошел то есть по идее все будет хорошо вот написано да у одного коллаборатора есть доступ к данному репозиторию и теперь давайте проверим что будет идем опять в веб-шторм и попробуем опять запушить control shift к и пушим и как видите ошибка прошла ну все хорошо то есть все успешно запушилась давайте посмотрим что будет переходим теперь в репозиторий но вот сюда и увидим что у нас добавил коммит сафрон дэв 2 6 коммитов есть и последний сделан им то есть вот таким вот образом может могут комиссии комиссии другие разработчики в данный репозиторий также это будет отображаться вот здесь по идее сейчас найду спустя минутку примерно два я увидел следующее сообщение то сафрон дэв 2 запушил какой-то коммит в данный вот репозиторий я могу кликнуть вот на этот коммит и посмотреть собственно что произошло и так далее все прекрасно вот таким вот образом это работает ничего сложного нету теперь давайте реализуем следующее научимся работать с гидпулом для этого для наглядности давайте я сразу создам еще как второй разработчик несколько коммитов давайте control dm черночка на самом деле неважно но чтобы как-то немножко это читалось визуально было понятнее сделаем таким вот образом сразу коммит и пуш нажимаю пушим видим уже здесь видите уже софрон дэв 2 сразу идет на удалена до рижинг отцепляется ну еще один давайте сделаем той только не выбрал и файлики и пушим то есть вот все хорошо все работает все обновляется да все прекрасно а теперь давайте это мы сейчас выступаем в роли второго разработчика df2 а теперь давайте зайдем как разработчик 1 и откроем этот проект тоже в веб-шторме у него что будет для этого я иду в крак-консоль сюда да и просто вот открываю опять же в веб-шторме открываем новом окошке идем сюда идем в гид и что мы видим мы видим что никаких коммитов нету как так то есть если я перейду сейчас вот сюда в репозиторий и перейду на коммиты я вижу что вот у меня восемь коммитов есть а я вот вижу последние три не вижу да вот эти почему так почему происходит ну все логично потому что мы здесь работали но не подтянули изменения то есть их вы внес кто-то в данном случае это df2 удаленно в удаленный репозиторий и нам нужно как-то это получить и для этого используется команда гид пул то есть гид пуш мы отправляем а гид пуш подтягиваем изменения можно нажать вот на эту галочку апдейт project здесь написано либо прописать гид пул в терминале ну давайте нажмем сюда посмотрим что будет говорит смержить если там какие-то будут конфликты давайте посмотрим не кажется никаких конфликтов быть не должно нажимаю окей и вот мы изменения потянулись потянулись он думает обновляет то есть можно сразу посмотреть какие коммиты там произошли вот добавлены да то есть все это очень красиво здесь выглядит и видно что происходит и опять давайте опять несколько один хотя бы комит сделаю и посмотрю что будет на другой стороне ну и попробуем команду гид пул а чтобы понимали и такой и другой способ иду опять в ппп сразу видим что у нас здесь бам и потянулись то есть все прекрасно control д 7 control к ввожу какой-нибудь коммит так один номер там сафрон мэн пуш то есть могу коммитить пушить все прекрасно запущу все теперь я перехожу условно как 2 разработчик но они запутаться мне все увидим давить никаких изменений произошло то есть жизни нужно конечно если ты пушишься предупреждать да чтобы понимали что какие-то изменения внесены и можно их забираться тут конечно могут быть конфликты но про эту тему мы еще с вами поговорим обсудим важная тема не самая простая и даже одна из самых сложных в жизни ну в гите поэтому ее обязательно разберем все давайте сейчас напишем гид пул иду в терминал и просто руками напишем гид пул гид пул он все потянул идем сюда и вот видите автоматом подпрыгнула семерочка все хорошо однако просто если у вас будет больше веток тогда нужно будет еще указывать имя ветки то есть вот таким вот образом это выглядит все хорошо обновляется понятно кто кто где разрабатывает вот и 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 вот